Продолжение следует... Это и есть те участники, которые уже представляют Тульскую область. Мы проходим первый раз, но там было все довольно-таки проблематично. То есть первый год проходил форум, на Селигерии уже все готово. То есть если мы будем делать свой форум у себя, то я вас возьму администратором. Потому что когда... Потому что вы уже, я понимаю, вы там, так сказать, попадоны, прополадки. Если вспомнить о Тульской области, в 2009 году у нас был форум Селистарт на Осетре. Сколько человек тогда? Я, честно говоря, сейчас не помню, сколько там было. Ну, наверное, не знаю. Меньше тысячи. Меньше, да? Кто-то не помнит, сколько там было. Хорошо. Ну, там были... Мы его всех поддерживаем. И если будет на тысячу, думаю, это не предел, можно на полторы. Нет, ну, площадку надо подобрать. То есть все, самое важное подобрать площадку. У нас площадка, как бы, Куликово поле, на котором мы проводим летние лагеря, там, вот, например, юристов, да, то есть мы же там организовываем, в принципе. Ну, Куликово поле далековато, все-таки, мне кажется, и там у нас реки. Зато, Валерий Сергеевич, нам проще Липецк и Зань подтянуть. Я считаю, что нам нужно своих подтянуть. Светр, кстати, хорошее место. Своросток район тоже прекрасный из места. Нет, тоже Своростки, Олексинский, да. Белевский, Белевский район, кстати, да. Это похоже на Твердя. Такие форумы, они проводятся только в Кульске. И вот у нас теперь. Мне кажется, очень важно, чтобы все форумы, они становились, условно говоря, не элитарными, а чтобы они действительно были массовыми. Чтобы как можно большее количество ребят имело возможность поучаствовать в подобного рода мероприятиях. Это просто как возможности были ограничены, как же первый раз делали. Нет, я согласен, понятно, что. Ну, вы же на Селигер тоже ездили, правильно, да. То есть вы видели, что там тоже, в общем-то, это форум на природе, но при этом доступная среда, она там, ну, скажем так, она обеспечивает. Да, ну, все развивается. Более того, я хочу сказать, что у нас есть и возможности такие. То есть у нас есть РТБ АК, с которыми мы очень активно, хорошо сотрудничаем. И я считаю, что на базе той же РТБ АК можно провести такой спортивно-смысловой, да, наверное, форум для тульской молодежи. То есть у нас есть несколько этапов, необходимые средства для размещения для организации мы готовы заложить. И в прошлом году мы приобрели еще у Ростелекома лагерь «Сигнал», так называемый, который хотелось бы тоже, чтобы он был задействован в этих мероприятиях. Я предлагаю как раз в следующем году сделать несколько смен своих, то есть посмотреть возможности РТБ АК. Мы можем РТБ АК задействовать и, например, в дни школьных каникул весной, хорошо. И я считаю, что нам нужно организовать и сделать большой лагерь под открытым небом. Я думаю, что нам нужно нацелиться прежде всего на тех ребят, которые у нас никогда не ездили в лагеря, по целому ряду причин. И те ребята, которые свои каникулы, если они в принципе на каникулы ходят, многие же и в школу не ходят, дать возможность им найти себя через общение, через социализацию, через те лагеря, которые мы можем организовать в молодежной форме у себя. И у нас есть что показать. У нас много интересных людей. Близость к Москве позволяет нам привозить интересных людей на подобного рода мероприятия. И я считаю, что нужно задачку такую ставить достаточно серьезную.